Я переехала, у меня новая кухня, и я хочу ее освоить! Кухонные приключения для тех, кто не умеет в готовку. Ставь лайк и подписывайся на канал. Ну шо, мои сладкие малыши, время учиться готовить. На самом деле, я всегда думала, что я умею готовить, но по факту я ничего не умею готовить. У меня об этом вы часто сообщаете, типа, ну кто так режет, ну кто так варит, ну кто так парит, вообще ничего не умеет. Сегодня мы будем готовить готовку, еду для тех, кто не умеет готовить. Если вы хотели видеть мою кухню, то моя кухня теперь выглядит вот так. Здесь у нас все замурованное, здесь стеллажи, здесь полки, здесь полки, здесь помойка, здесь что-то там моющее, здесь тоже полки, здесь холодоз, здесь у нас потрясающе великолепный остров. У меня такое чувство, что у меня кроме молока вообще ничего нету, и быть даже не умеет. Ну еще есть кимчи. Блин, ребята, проблема, что делать? Вы видите, что это с моим холодильником, почему там водица? Нет, там не только водица, там также и лед. Блин, а это молоко смачанное, еще вообще питьевое? Сколько у него срок ранения, аж не могло испортиться. Здоровье? Нет, я не буду это пробовать. Не ешьте просрочку, вы можете словить диарею, диарея, это как бы когда они держатся и приходится долго сидеть на толчке фу. Ненавижу выбрасывать, я еду, но что поделать, если она стухла, я не знаю, придется выбросить. Вы думаете, что я появила эту зеленую жидкость в толчок, и там все стало зеленое? Я не буду вам это показывать, но если вы... Если вы тогда не видели толчок в Sims, который становится грязным... Ой, кстати, это жирный живот. А что он такой толстый, кажется, на видео? Пожалуйста, Симон, напишите мне, что я очень толстая. Осталось только ее разгрести, чтобы она была менее всратая, поэтому предлагаю сделать ныне уборку. И таки начать готовить, что мы не умеем готовить. Вот эта вот вещь, это просто лучшая хрень. Это, короче, такие чистящие салфетки, которые ты просто берешь, чистишь и, ну, чистина. Мама все еще мной гордится. Я ненавижу мокрые тряпки, потому что они становятся очень быстро грязными. А они становятся грязными, и я истерю, потому что мне неприятно трогать грязное. Мама салфеточка одноразовая взял, вытер, хорошо, идеально. Еще и салфетка стерилизует, но нет. Или да. Короче, убивают все микробы? Наквал. Это было очень смешно. Это видео просто ни при таких обстоятельствах не должна посмотреть моя мама. Потому что если моя мама увидит это видео, у моей мамы случился истерика. Моя мама просто впадет в величайшее отчаяние. Как я не знаю, что ожидает от вас ваша мама, но моя мама, в принципе, от меня ожидает абсолютно всего. И я не удивлю, вообще ничего в этой жизни, просто вообще. Но даже это видео, мне кажется, травмирует мою мать. Потому что готовить я не умею. Я надеюсь, что здесь еще есть люди, которые не умеют готовить так, как не умеют готовить я. Давайте загуглим, должна ли женщина готовить. Окей, ясно, мы выяснили, что женщина должна уметь готовить, иначе она недолеланная воджеска. Что готовить я создам. Ну так, первый рецепт. Что есть, когда ты хочешь есть, но тебе абсолютно нечего есть. Яйца в семну голова. Но на самом деле яйца это яйца, они не голова. Что еще есть, обычно, у людей дома? Бывает какой-то валяется кусок сыра. Откуда лед черный? У меня тофу заморозился, он дом стал, смотрите. Ну, короче, у кого-то есть сыр. Что еще обычно по дому? Ну, какой-то салат там валяется старый, знаете, как-то зелень. Калбаса, сосиски, у меня этого нет. У меня вместо колбасы и сисек будет кимчичек. Молоко. Вот и я. Ну, это уже версия для тех, кто по бабать. Берем авокадо. Раз, выходим два авокадо. И берем полотру и помидор. Видите, он уже такой, его надо съесть. Короче, вот еда. Мы с вами будем дать английскую еду, ибо London is the capital of Great Britain, you know. Ну, все вроде знают это. Берем яички. Блин, надо бы разобраться, какое-то хрень вообще включить. О, так, будет вот это. И, наверное, плюс E. Я думаю, поставим ее. Что значит с точечкой? Кто знает, что значит с точечкой? Пожалуйста, напишите. Блин, до лазерной коррекции, когда я резала лук, у меня было норм. Сейчас это просто катастрофа. У меня так глаза убирают, они просто познают смерть. Вы знаете, там говорят зеркало, глаза души, глаза зеркало души. Вот у меня души уже походу нету, там одни сплошные слезы. Слезы более отчаянные. Именно такая у меня реакция на вонючий лук после лазерной коррекции. Шо уж так больно, ты фу, воняет. Режем лук настолько мелко, насколько мы умеем. Если не умеем, то делаем вид, что умеем. Тут ладно сделать вид. Достоим кимчи. Обожаю кимчи, очень люблю. Когда я была в Корее, я помню, я зашла в первый корейский ресторан, и там принесли буквально кастрюлю с кимчи. А они же, короче, когда вы делаете заказ, приносят вам кучу закусок. Ну, такой вайп в Корее. Чтоб ты мог и есть не только ты же заказал, но еще и закуски. Которые, кстати, тебе бесплатно до бесконечности будут приносить. Ну, почти везде, где я была, было именно так. Приносят мне кастрюлю кимчи, а я кимчи обожаю. Это одна из моих самых любимых, ребят, еда. Ну, короче, мои сладкие пупсики, шо вы думаете? Беру я кимчи, а я человек, который любит очень острое. И я понимаю, что я сумру. Это было настолько остро. У меня слезы, истерика. И просто сатана пришел по мою душу. Я не знаю, как это объяснить, но это было ужасно. Короче, если вдруг кто не понимает, в классическом английском рецепте никакого кимчи нету. Это у меня так. А у них там или лосось, или сосиска. Все, пусть беснуется тут в чаше. До какой степени, я не знаю. Поэтому, как почувствую, что готово, просто вытащу. Миссиси-люпли. Пошел пар. Вроде как оно уже такое. Выглядит как будто бы оно почти готово. Пожалуйста, покажите это видео Гордону Рамзи или Ренату Акзамову, который торт печет на телеке. Пусть тоже вкусно поедят хрючево, а то высокая-высокая кухня, что за дела. Я уверена, что с сэром молоком получится. Посмотрим. Познать их такая яичная кашечка получится. Фу, выглядит не очень. Пока похоже на то, что кому-то стало плохо. Простая человеческая хавуська. Человеческая хавуська. Так, это хрючево вроде готово. Сейчас попробуем. Первое блюдо готово. Здесь пафосная эпическая музыка, потому что, типа, вкусная, красивая еда. Кстати, я сюда добавила, как вы видите, немного помидоров сверху, обычных свежих, и просто добавила лимонный пирог, да. Эта штука была приготовлена где-то минут за 7, ладно, меньше за 5. Я себя еще не болтала, было бы быстрее. Это реально офигенно вкусно, я всем рекомендую, не шучу. Я не понимаю, почему так вкусно. Может, потому что моно-косовый. Я готова ездить каждый день. Вот знаете что, ни один человек не может делать все плохо, в том числе я. Знаете, может быть, со всем остальным дела плохи, но сейчас я попробую вам, как делать очень вкусный кофе. Просто муа. Ле, кофе, кофеек, вкусно, вкусничок. Ну, да, у меня такая чашка. У меня много дурацких чашек. Я надеюсь, все понимают, что это постороннее, постмордемы, модерн, 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 модерн. И не упрекнут меня в какой-то фигне. Ну, это же просто дурацкая чашка. Я вас умоляю. Кстати, кто-нибудь, если мне сможет ответить на вопрос, почему все мои чашки поотрезались вот таким образом, я буду безмерно счастлива, потому что я накупила чашки, и как бы вот что с ними со всеми практически произошло. Можно ли из них вообще пить или я рискую наличь туда чайок и обрестаться чайком полностью. Итак, для приготовления нам понадобится молочная штучка. Молочная штучка. Если по какой-то причине у вас нет такой роскоши бутиков, вы всегда можете воспользоваться вот этой штучкой. Менее роскошно, но не менее круто делает. Берем молочко. Возьму соевое. Кстати, вы знали, что есть соевое молоко со всякими разными вкусами? Например, банановое соевое молоко или ванильное соевое молоко. Здесь шоколадное соевое молоко, это вкусно. А мы забиваем. И пока молочко взбиваем, берем нашу любимую великолепную кружку. У меня она выглядит вот таким вот образом. Ставим ее в кофейной машине. Берем, короче, сироп. Соленая карамель, шоколад карамель и ореховый. Как вы видите, я и мои друзья больше всего любим ореховый. Потому что каждый раз, когда ко мне кто-то приезжает, я спрашиваю, с каким сиропом вам сделать кофе. И вообще все говорят с ореховым. Шаг 1. Наливаем кофеек. Смотрите, это белок под орехом. Вау. Ну что, мои сладкие малыши, кофе налился. Теперь наливаем туда пенку. Бористы выходят из чата, потому что обычно все делают наоборот. Наливаем эту колдобину. Ах, как вкусно пахнет. Вы бы чувствовали этот запах. Размешиваем. О, ши-э-те, о, ши-э-те, о, су-на, сука, мило. Песня я не знать, петь я не уметь. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Мину, слушай, знаю. Блин, у меня, короче, есть подружка. Она раньше работала в Старбаксе. Бористой. Я поняла, что я не смогу продолжить это видео, если я не узнаю у нее все-таки, как правильно делать. Звонок другу. Здравствуйте, дорогой друг, у меня супер-мега-важный вопрос. В подарок я поставлю исполнителя Корпс. Но что нужно делать сначала? Сначала мы наливаем кофе, а потом в него молоко. Или сначала мы наливаем молоко, а потом в него кофе. Значит, я поступила правильно. А-е-е-е-е. Спасибо большое. Минутка кофейного дружочка. Недавно я была с подругой в ресторане. И знаете, что там было? Там был омлет из тофу. Хрен знает, что такое омлет из тофу, учитывая особенно, что мой тут наполовину ледяной. Это было больно. Сковорода. Я ненавижу лук. Я уже говорила, что я ненавижу лук. В последнее время все мои комментарии состоят примерно из такого содержания. Лиса, ты что переехал, Лиса? А где твой самец, Лиса? Покажи мужикам, вы что, расстались? Другими друзьями, у меня все совершенно потрясающе. Если вас что-то интересует, вы можете написать ему. Кто не знает, у товарища есть свой ютуб-канал. Называется Скрипяк Плей. Можете загуглить, можете написать. Можете кто в комментариях ссылку оставит. Напишите, спросите, что где он. Что он не здесь? Что он там, а я что здесь? Может быть, вам ответят. Я потом расскажу всю эту историю, пока я ничего не хочу рассказывать. Пусть жарятся. Все это беснование жарится, разбираемся в сыром блогу. Нарежем его кубиками, пока большими, такими хаотичными. Хаотичный куб. Кубинная анархия. Честно, это сложнее, чем кажется, но это довольно быстро. Заглянем на мужской форум, посмотрим, что пишут самцы и какие там проблемы. Дырочки уже приготовила. Ну, не женщина, а просто мечта. И грушенца. Хотела, значит, добавить соевый соус. И смотрите, с чем столкнулась. Вот как это открыть? Ну, явно это не должно так работать. Господи. Вот еще мы еще соевого соуса пахнем. Ребят, второе хрючево готово. Давайте посмотрим. Выглядит, конечно, просто потрясающе. Но так, как будто кого-то стало нехорошо. Но, тем не менее, это прекрасно. Я, конечно, понимаю, что сейчас все будут шокированы. И мама меня бы за это наругала. Ну, блин, меня так же ругали с детства, потому что я ем с ножа. Ну, как бы сейчас меня не там наругают, да? Кроме хейтеров в комментариях. Ух, хейтеры, не балуют. Ну, короче, я попробую прям так. Маша. Если ты смотришь это видео, напиши мне. Я приготовлю это для тебя, женщина моя. Но нужно это потрясающе. Во, во, мой. Ну, что, мои дорогие девочки, вы все еще на бьюти-канале, поэтому надо сделать что-то еще нормальное. И теперь мы с вами готовим пафосное блюдо. Оно будет очень простое, но смысл здесь не в его простоте и даже не в простате, а смысл здесь в том, чтобы сервировать его так, чтобы у всех отвалилась башка. В принципе, уже можно так есть. Конечно же, для такой элитной израильи нам необходимы какие-нибудь органические хлебцы. Видите, уже хорошо. Красиво, достаточно крупно нарезаем. Короче, достаем, умнем его. Все, полностью его разминаем, чтобы паста получилась авокадоя. Она была настолько богата, что вместе с зубной пастой каждое утро у нее была авокадная паста. Раскидываем хаотично. Берем нашу пасту, добавим в нее немножечко перчика, оливкового масла. Помешаем, видите, красота какая. Берем булочку и прям намазываем. По всем будет. Хабата и тара, мадаранай ту и тэ. Хабуем. Богатая жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok